Здравствуйте, меня зовут Светлана. И сегодня мы поговорим, как обработать нам летом курятник от всякой заразы, которая мешает нашим птичкам, мешает им нести и мешает им жить. Во-первых, что надо для этого? Я беру скребок, лента. Спрашивали сегодня, что делаете от мух. У меня лента обыкновенная от светофора. Я ее периодически меняю раз в неделю от мух. И все, там у девчат я видела большая такая здоровая лента. Еще до этого я не дошла. И обязательно маска или респиратор. Потому что, когда вы брызгаете интоксиционные препараты, то не надо, чтобы они попадали в ваши органы дыхания. Сейчас я буду пробовать вот этот препарат. Энтомазан. Это не реклама. Даже если реклама, это, как говорится, тоже было бы хорошо. Энтомазан. Это препарат я купила на озоне. Стоит 200 рублей. Здесь 50 миллилитров. 5 кубиков на литр воды. Опрыскивается все. Опрыскивается все помещения, палы, стены, даже присутствие птицы. Только нежелательно, чтобы попало на яйцо. Мало токсичен, мало опасен. Поэтому через 5 дней обязательно повторяем этот препарат обработку. Почему? Потому что, если остаются личинки, они выводятся. Это как раз инкубационный период их развития. И этот препарат будет действовать на молодое покорение. То есть, можно повторять вот так через 5 дней. Многие сегодня писали, что от клещей. Но давайте пробовать вот этот препарат. Потому что препаратов много. Они разные. И каждый препарат работает по-своему. Потому что каждый вид этого паразита, кому-то, так же, как и с келорадским жуком. В том году были, брызгали одним, все проходило. В этом году брызгали мертвому препарат, как я говорю. Вот. Что мы делаем в самом сарае? Что мы сначала делаем? Мы вычищаем полностью гнезда. Для этого у меня скребок. Я полностью выбираю всю пыль, которая там есть. Потом чуть-чуть побеливаем. Потому что сейчас катастрофическое время. Все нехватка. Еще и плюс работа. Когда начинаем брызгать, обязательно делаем средство защиты для своих дыхательных путей. Неизвестно, какая у вас будет реакция на этот препарат. Никто об этом не знает, кроме той ситуации, в которой вы окажетесь. Закрываем двери. Брызгаем. Ну, когда брызгаем, можно уже при открытой двери. Вот куры ваши снеслись. Я использую, многие писали там другой препарат, хотят попробовать. Снеслись ваши птицы. Вычистили в течение дня. Ну, вот так вот, после 12. Я вот почистила. Побелила. Все. Опрыскали. Закрыли окна двери на час, когда птица снеслась. Даже если вы боитесь, вот что там писали препарат третьего класса активности. Это все-таки маленький препарат, ну, маленький класс. Можно использовать. Побыл час закрытый. Потом открыли все, что можно. И все. Птица. Не ходите. Заходят крикуны. Птица будет у вас уже спокойна. Но вот этот препарат, можно попадал, что попадал на птицу. Можно вместе с ней. Но я опрыскивала, когда птицы нет. Вот сейчас, например, время вечереет. Они ходят. Еще рано уже, конечно, хотят садиться на насец. Но ничего страшного. Обработать все. Чуть-чуть подождать. Проветрить. И пусть она спокойно заходит. Запах не сильный, не токсичный. Я обрабатывала вот в таком распылителе. Делала здесь у меня 2 литра. Я делала 10 кубиков. И распыляла стены, потолки полностью. Все. Сначала распылила. Чуть-чуть подсохла. Потом просто побелила. Ну, тут уже для эстетики. Как говорится. Видите, птица уже начинает садиться на насец. Вот эти вот ленты я вот повесила. Как видите, уже поменены. И все. Дешево, сердито и просто. Вот такая большая. Я еще, как я сказала, уже не пробовала. Спрашивали, как, куда ставить гнезда. Мы пробовали по всей территории курятника. Но пришли вот к этому варианту. Главное, чтобы не поступал солнечный свет. Вот. Когда цыплята вы покупаете, цыплят еще молодочек, 4 месяца, гнезда уже должны у вас все-таки стоять. Ложите подклады, чтобы они уже смотрели. У них, конечно, есть коварная привычка спать в гнездах маленькие. Они там, конечно, гадят. Ну, или чуть-чуть прикрывайте. Но надо, чтобы они начинали заходить в гнезда сами. Когда у вас есть уже старое поколение, они, конечно же, покажут им, где, как и что делать. Даже петухи, ну, раз показывают. У меня был такой Петька, который сидел в гнезде. Показывал молоткам, как это делается. Вот. Шторочки. Кто хочет? Ну, вообще, птицы любят уединение. Поэтому я меняю старую тюль. Еще пока есть разную. И остальную выбрасываю. Потому что паразиты у нас всегда везде. Как бы даже я не обрабатывала. Как бы не обрабатывали на птицефабриках. И вы тоже. Наши птицы ходят по земле. Заносят разные все равно бактерии. Заносят всякую живность, которые... Ну, это симбиоз. Мы никуда не денемся. Еще, когда заходите в сарай, вот так, если потрогать и потом посмотреть. Ну, у меня уже... Я уже обрабатывала. Есть маленькие такие, маленькие рыжие блошечки. Маленькие. Они, видимо, питаются пухом, который нам с вами, нашему глазу, не видит. И вот этот препарат должен с этим бороться. Потому что зимой и осенью я обрабатывала другим. Так я обактерилом. Все вот это вот прохожу. Обактерил идет тоже. Он идет от цельмонеллеза. Это идет медицинский препарат для обработки инструментов. И вот, по сущности, раз в месяц надо делать эту операцию. К осенью, конечно, более все досконально. Но летом, как вы знаете, сейчас то жара, то сырость. Лето такое у нас, климатит в этом году. Непонятно, что за погода. Сегодня солнце, потом дождь прямо сумасшедший. Вот. Но обрабатывать надо. Как я уже сказала, каждый препарат работает на определенные виды. И поэтому надо постоянно что-то пробовать. Там один производитель мне хотел предложить, но еще не дошло до нас это новый какой-то препарат, который высушивает эти все клещи, паучки, ихние пухоеды. Но посмотрим. Как только придет, я обязательно его протестирую, расскажу, как им пользоваться. Ну, а вот этот препарат можно попробовать. По курам, как я сказала, полы. Все, обрабатывайте. Только не забывайте, когда закрыли, потом обязательно проветрите. И одевайте все-таки или респиратор, или маску. Ничего сложного нету. Можно это делать. Стоит он недорого, 200 рублей. Я вот искала, тоже выбирала, чтобы такое, как говорится, предложить, и чтобы недорогое было и более эффективное. Ну, посмотрим. Это же не сразу, как говорится, скажется. Клещей, конечно, фу-фу. У меня в хозяйстве вот этих красных куревых нету. Вот, потому что я птицу, как вы знаете, увожу сама из яйца и уже вижу. Они у меня уже, как говорится, отслежены. В основном эти клещи заносятся с покупной птицей. Вы когда берете, или от соседей, или вы пришли в другое хозяйство, где-то что-то в курятнике побыли, одежду не переодели, зашли, там только занести пару яиц. Все, у них плодовитость сумасшедшая. Они распространяются, живут вот в этих микрощелях, которые тяжело нам с вами обработать. Даже огнем они, яйца остаются там, потому что, ну, они далеко. Как говорится, они выживают. Это их жизнь, у каждого своя. Поэтому давайте обрабатывать, давайте смотреть за птицей. Это вот сейчас, вот этот летний промежуток. Во-первых, это влияет также на яйценосность, на беспокойство птицы. Если вы заметили, что ваша птица не хочет идти в сарай, или она сильно чешется, вот такая вся взъерошенная, посмотрите, поймайте птицу, проверьте весь его пуховой покров. Если она плохо, перелинивает у вас тоже. И еще, на втором году жизни птицы тяжело, не то что тяжело перелинять, но более длительно идет линька, чем у молодых. Тут уже не переживать. Ну, на всякий случай, поймали, посмотрели, если все нормально, то белок, как говорится, травка, солнышко. Птица сама постепенно перелиняет, если нет сопутствующих заболеваний. Солома незаменимая вещь в моем хозяйстве. А знаете, что я еще в том году у меня не оставалась соломы, а в этом году у меня осталась. Благодаря тому, что мы поставили вот эти железки, додумались и нам подсказали, солома осталась. И у меня индюки едят просто солому. Просто вот, просто вот. Я не была, не сталкивалась никогда, потому что не было. Закладываем просто вниз за ее, чуть-чуть я ее расправляю здесь. И все, большой слой не кладу, потому что им этого достаточно. И смотрим, чтобы было чисто. Взрослые куры, конечно, не ходят редко, когда бывает помет везде. С молодняком, конечно, проблемы. Вот, они, это излюбленное место. Поэтому, если когда поставили гнезда, можно их не закладывать соломой. Они в пустых гнездах не любят спать, им же неудобно. Вот, а когда уже начнут там нестись, можно уже положить солому, опилки, что у вас есть. Уйдите! Проглазите! Вот, видите, выбрали время. Сегодня будет заняться прополку. Прополка очень удобно, а сараем самое то. Немного закладываем. Стараюсь собирать яйца два раза в день, но, конечно, когда работаю, это не получается. Вот, кончилось. Сейчас еще пойдем со соломой. Так что будут вопросы, задавайте, с удовольствием вам отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok